всем привет дорогие друзья из жаркой алани мы находимся в самом центре и как всегда когда мы находимся в алании мы обедаем в ресторане ахмеда усы ресторан называется и ништененгери здесь готовится самая вкусная еда в алании домашняя традиционная турецкая еда которую он готовит печи на дровах в описании к этому видео смотрите другие видео которые мы снимали в этом ресторане ну а сейчас я вас приглашаю в этот ресторан ну и конечно же когда вы бываете в алании затем приходите все ссылки в описании к этому видео ну и не забывайте смотреть ссылки на бронирование отелей билетов и туров со скидками в турцию а сегодня наша программа такая сначала мы кушаем ахмед усты а далее вместе с вами едем пятизвездочный отель в котором мы пробудем несколько дней специально для вас будем снимать и показывать все самое интересное поэтому подписывайтесь комментируйте и поехали вместе с нами многие из вас были в этом ресторане в ресторане и ништененгери как я уже сказала есть очень замечательный повар ахмед уста который готовит много вкусных полезных а самое главное приготовленных из свежих продуктов турецких блюд конечно же традиционно это нут рис булгур традиционные турецкие кефты баклажаны вот этот кебаб очень очень вкусный ну и конечно же супы а готовят все ахмед устар вот в этой печи каждый день свежайшие блюда поэтому обязательно приходите смотрите также предыдущие видео из этого ресторана где ахмед устар рассказывает как он готовит когда вы приезжаете в турцию не забывайте в ресторанах есть супы самым вкусным и популярным супом среди иностранцев является суп из чечевица но и конечно же я тоже очень люблю суп с курицей сейчас вам покажу как подают супы в таких вот небольших ресторанчиках местных столовых когда вы приходите в турецкий ресторан и едите суп то конечно же вам приносят суп не забывайте о том что ко всем супам подают лимон его мы прыскаем в суп вода салат и конечно же перец никуда не деться без хлеба белого хлеба и сейчас покажу вам сколько стоит блюдо в этом ресторане например суп который мы едим сейчас суп из чечевицы стоит 10 лир и вот вы видите в этом ресторане есть на русском английском и на турецком все блюда и все 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 цен поэтому придя сюда вы можете посчитать посмотреть сколько будет стоить вам обед ну средний обед стоит около 20 лир в Аланье наступил вечер сейчас 7 часов вечера и мы наконец-то едем в отель наш отель называется алан сафира делюкс и в этом отеле система ультра все включено поэтому друзья обязательно подписывайтесь на наш канал вы увидите все очень и очень подробно потому что в этом отеле мы раньше были по делам как гости мы там не останавливалась а сейчас специально того чтобы посмотреть как работает эта система ультра все включено именно сейчас мы пробудем в отеле несколько дней поэтому покажем вам абсолютно все начиная от комнаты и заканчивая пляжем сервисом всеми приемами пищи абсолютно абсолютно всем будет очень очень много видео я думаю что вам это будет тоже интересно наш отель расположена в районе тюркляж до моря в этом отеле примерно 300 400 метров но есть сервис и поскольку там система ультра все включено приемы пищи практически я не знаю с разницей в 1-2 часа очень много разных баров есть конечно зона спа в общем друзья покажем вам и расскажем все 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 очень подробно но сейчас солнце на долании постепенно заходит и мы отправляемся в воскресенье в воскресенье а Продолжение следует... Мы уже заселились в гостиницу и сейчас расскажу вам о том, что вас встречает при заезде в гостиницу. Здесь стоит охранник, который меряет вашу температуру и вход в гостиницу, конечно же, в масках. Дезинфицирует все вещи приезжающих, чемоданы, дезинфицирует вот таким вот способом. Дезинфицирует весь багаж, в котором вы приезжаете. В этой гостинице «Софира Делюкс» около 800 комнат. И гостиница открылась только вчера, 10 августа. Но на подъезде к гостинице, вы видели, стоит уже очень много машин. Сейчас в гостинице занято всего 150 комнат, но буквально через пару дней нам сказал директор, что будет заселено уже 350. То есть постепенно гостиница будет заселяться. В этой гостинице на данный момент открыты все социальные зоны, кроме фитнеса, дискотеки и спортивного зала, ну то есть фитнеса. Открыт бассейн, есть шаттл на пляж. В общем, вот таким вот образом вечером выглядит гостиница. Здесь очень комфортно. Мне очень нравится здесь мебель. Как я вам говорила, в этой гостинице мы были пару раз, но просто заезжали по работе. И вот такое вот здесь большое-большое-большое лобби. Очень много места для того, чтобы посидеть, отдохнуть. В общем, очень классно. И сейчас покажу вам. Сегодня, друзья, мы, конечно же, отправимся с вами на ужин. И сейчас... На ужин отправимся чуть позже. А сейчас покажу вам бассейн. Гостиница большая. Здесь много разных социальных зон. И посмотрите, какой огромный бассейн. Особенно ночью бассейны выглядят особо красиво с подсветкой. Как я уже говорила, гостиница находится в 300-400 метрах от моря. И есть шаттл на пляж. Сейчас в гостинице отдыхают туристы из разных стран. Из России, Германии, из Англии. Ну и, конечно же, местные туристы из Турции. И в основном все иностранные туристы приехали с турами. Сейчас я спустилась в зону бассейна. Как же я уже сказала, бассейн открыт. Но какая же, друзья, красота, когда бассейн подсвечен ночью. Чуть позже мы с вами поднимемся в комнату. И увидим всю эту красоту из окна. Народу достаточно много. Конечно же, отель постоянно дезинфицируется. И, как я уже сказала, мы только что разговаривали с директором. И, например, завтра опять они отправляются на обучающие семинары Министерства туризма. В общем, за всеми мерами безопасности и дезинфекции следят здесь очень строго. Вот включили подсветку самого отеля. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в какого рода отелях вы любите отдыхать. Я люблю отдыхать в самых разнообразных отелях. Начиная от деревенских и заканчивая пятизвездочными отелями класса люкс. Я люблю разнообразный отдых, потому что иногда хочется побыть в деревне. А иногда хочется побыть вот в таком вот туристическом месте. И насладиться красотой архитектуры, огнями. В общем, всеми этими современными технологиями. Ну и, конечно же, шведским столом. Поэтому, как я уже говорила, я люблю самый разнообразный отдых. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Из этого отеля будет много видео. И мы покажем все аспекты нахождения в отеле на данный момент в Турции. Посмотрите, какая красота огни. Мне очень нравится, потому что, на самом деле, я человек города. Но я люблю тишину. И я люблю современные технологии, архитектуру. В общем, для того, чтобы глаз не замыливался, всегда нужно менять локации. И главное, чтобы эти локации были кардинально противоположны. Как, например, деревня, где мы недавно были. И куда мы опять скоро поедем. Так и пятизвездочный отель класса Deluxe, где все включено. Абсолютно. Покажу вам еще раз вот эту красоту. Ну, бассейн, конечно, шикарный. И что самое интересное, очень интересная форма у этого бассейна. И поскольку он такой изогнутый, интересной формы, люди не плавают один на одном. Ну, посмотрим завтра, сколько будет людей купаться. Точнее, в следующем видео я вам покажу. А каждый может плавать в какой-то определенной зоне, совершенно свободной, никому не мешая. Здесь есть, конечно же, души. Ну, многие из вас, конечно же, были в отелях. Все включено и ультра все включено. Поэтому я думаю, что вы знаете лучше меня, как отдыхать в таких отелях и что они предлагают. Но, поскольку многие из вас просят обзор отелей, мы в этом году постепенно-постепенно делаем для вас такие обзоры. Вот такой вот длинный коридор ведет в ресторан. И здесь у нас стоят, естественно, для дезинфекции рук и ребята с термометрами. И сейчас мы посмотрим. И выдают вот такие вот одноразовые, не одноразовые, а индивидуальные вилки и ножи. Как мы видим, народу много. В общем, ребята, сейчас сядем и все вам покажем. Подача еды происходит следующим образом. Выдают тарелку. И еду накладывают официанты. Баклажаны. Картофель. Есть куриное блюдо. Вот так вот готовят. Картофельное пюре. Котлеты. Рис. Здесь тоже как мясное картофельное блюдо. Здесь жарят рыбу. И вот такие вот булочки. То есть система устроена таким образом, что у вас индивидуальный официант, который накладывает в вашу тарелку именно то, что вы просите. Так, а что здесь? Онэ? Пиде. И также пиде со шпинатом. Айхан захотел со шпинатом. Сашпинатом. Также вы просите то, что хотите, и вам подают фрукты. Айхан захотел дыню и персик. Ну и, конечно же, виноград. Также подача напитков происходит вот таким вот образом. Вы заказываете, что вы хотите, и вам наливают. Айхан захотел полу. А вода и чай в другой стороне. Вот таким вот образом, друзья, происходит подача еды. То есть вы просто показываете, что вы хотите, и официант вам накладывает. А дальше вы подходите за стол, берете напитки и свободно кушаете. Всем приятного аппетита! Взяли наш багаж, и наша комната находится на третьем этаже. Все в огнях. Очень красивый отель. Флоу 2. И сейчас, друзья, покажу вам нашу комнату. Дверь пикает, потому что мы забыли ее закрыть. Таким звуком она показывает, что вы забыли меня закрыть. В общем, добро пожаловать в стандартный номер отеля Ксофира Делюкс. Вы слышите музыку? Началась анимация. Но про анимацию чуть позже, а сначала обзор комнаты. Здесь на входе вот такие вот полочки, куда можно положить различные очки, шапку, в общем, все самое такое необходимое. Ключи и так далее. Здесь сразу при входе душ, туалет, есть мыло, полотенце, конечно же, фен, туалет и вот такой вот большой душ. Места в ванне много, есть где развернуться. Большое зеркало, в общем, все, все самое необходимое. Конечно же, есть шкаф, в шкафу дополнительная подушка, вешалки, две дополнительные подушки и много вешалок. Отлично, что не во всех отелях бывает. А здесь сейф и различные принадлежности, полочка для обуви или каких-то вещей и так далее. Ну и сейчас сама комната. Комната большая, место для чемодана, большое зеркало, прикроватные лампы, кровать односпальная, двухспальная и длинный-длинный стол. Здесь есть мини-бар, здесь есть полочки разные, телевизор, зеркало, в общем, вот такой вот пуф, на котором я буду сидеть и работать, когда мне будет необходимо использовать компьютер. в общем, есть кресло, я думаю, что кресло раскладное, кстати. Вот таким вот образом в этой комнате может разместиться четыре человека. Хорошие приглушенные цвета, дерево, в общем, мне нравится. И здесь балкон, на балконе два стула, столик и потрясающий вид на бассейны. Началась анимация. Анимация проходит каждый день в 9 часов в 10 минут. Единственное отличие в том, что гостей не приглашают на сцену, а анимация тоже проходит на расстоянии. В общем, вот такой вот шикарный вид открывается с нашего балкона. Что можно сказать? Потрясающе! Анимация началась, но, друзья, мы с вами на анимацию сходим завтра вечером, а сегодня мы наслаждаемся вот этим прекрасным видом и просто отдыхаем. Дорогие друзья, уже пол первого ночи. В этом видео мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. Ну, а завтра мы с вами отправимся на завтрак, посмотрим, что дают на завтрак в этом отеле. Ну, и, конечно же, отправимся на пляж, будем купаться. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok